Всем доброго времени суток, уважаемые зрители! С вами, как всегда, Кофе, Варпач и Аликс Фокс. И сегодня, как вы уже догадались, мы, конечно же, будем открывать кейсы в CS GO. Хатыш, всем здорово, чуваки! Всем привет, ребят! Ну и, конечно, начинать мы будем с истории, которые обычно вы оставляете нам в комментариях. Ребята, за что мы говорим огромное спасибо, ведь каждый раз, когда я выбираю историю для следующего ролика, у меня, правда, разбегаются глаза. Вы у меня настолько великие фантазёры, что я не знаю, откуда у вас такая фантазия. Вот, истории реально крутые, и сегодняшнюю историю нам прислал человек под никнеймом на LTV. Вот, история называется «Кофе-детектив». Однажды, тёмным зимним вечером, Олег сидел у камина и грелся. Внезапно в дверь постучали. Детектив открыл дверь, и перед ним оказался молодой человек. Как выяснилось, гость был спортсменом, и буквально час назад в тренировочном зале был убит из охотничьего ружья его фитнес-тренер. И Олег немедленно отправился в центр спорта. На месте преступления Кофе обнаружил несколько гильз от оружейных патронов. Тут же Олег почувствовал запах пороха, он исходил откуда-то позади. Детектив обернулся и увидел того самого спортсмена, который сообщил Олегу о преступлении. Тот, этот свидетель, направил на детектива пистолет. Но Кофе ловко схватил за руки преступника и скрепил их наручниками. Как оказалось, вся эта история с фитнес-тренером – ловушка для Олега. Но в последний момент Кофе сумел спастись и схватить преступника, тем самым раскрыв преступление. Честно говоря, не знаю, ребята, зачем нас заводили в эту ловушку, что мы сделали кому-то, кому мы перешли дорогу. Вот. Но сегодня нас ожидает реально насыщенный опен кейс, потому что кейсов, посмотрите, как у нас много. Вот. У нас реально их очень-очень-очень много. Так же нас ожидает… Да, перешли дорогу к Абену, и именно поэтому он сделал заказное убийство. Вот. Так же сегодня мы постараемся скрафтить АК-47 вулкан прямо с завода Star Trek, который стоит 20 тысяч рублей. То есть, ребята, сегодня, как я уже сказал, да, будет реально насыщенная серия. Вот. Но по истории мы должны начать, получается, с двух темных и с двух Winter Authentive кейсов. Вот. Поэтому давайте их найдем. Они где-то должны быть сзади, вот тут, туда. Все, открываем. И первый кейс, погнали. Давай, погнали. Надеюсь, что выпадает там сразу ножик. Что-то… А, сразу ножик, вот так вот, да? Сразу, моментально. Не-е-е-е. Мистер Габен, мистер Габен, дай нам, пожалуйста, ножик сегодня. Ну так вот. Ну надо, ребята, на самом деле, реально ножи выбивать, потому что я не помню, когда нам в последний раз выпадало что-то реально крутое. Вот черный помаз новый. Что-то дорогое. Опа-на. О-о-о. Большая, большая пушка. Верти приехала. Так, ну это неплохо. Все зависит, на самом деле, от качества. Качество после полевых испытаний. Ну я не думаю, что, на самом деле, это будет стоить дорого, потому что, как бы, после полевых, тем более, такая, как бы, ну, муха, ну, недорого. Ты видел, что пролетело? Да, конечно, видел. Что-то как-то… Ой, что такое? Вы смотрите, сколько бизонов пролетело. А что за такое? Ребят, ну это нечестно. Вот, реально, Гейб, это нечестно. Мы открываем, значит, Winter Affinity в кейсы, которые стоят, ну, извините, недешево. Вот, а ты нам вот столько, как бы, бизонов, да, на выбор даешь. Ну, спасибо. Ну и Галильчик тебе вот так вот, знаешь, в придачу тебе просто. Ну и Галильчик, просто, ребята, шик. Так, дальше по истории, что мы должны открыть? Давайте я сейчас быстренько прождусь. Мы должны открыть три любых eSports, то есть там было написано так. Но, ребята, я, как всегда, выбираю, конечно же, самые дорогие eSports 2013 года, которые стоят по 600 рублей. Вот, поэтому сейчас мы посмотрим, что нам из них выпадет. Опять дофигища этих МАК-7, но все равно нам падает фомасик, да. Такое, такое, как бы. Нам это, конечно, не нужно. Такое, да. Нам нужно что-нибудь покруче. Например, вот сейчас, смотрите, выпадет что-то крутое. Отвечаю. Давай, посмотрим. А, нет, облажались немножко. Тоскую полосу, ребята. Почти. Хотелось, конечно, гораздо лучше получить. Но у нас есть еще один кейс eSports 2013 года, поэтому мы не унываем и... Чем-то масло. Почему? Ладно. Пацаны, еще впереди куча кейсов. Дальше по истории мы должны будем открыть 4 охотничьих оружейных кейса, поэтому тут, как бы, тоже есть над чем, ну, как бы, такое вот хорошенькое получить. Поэтому, ребята, давайте посмотрим. Ой, голел. Ого. Ой, голел. Так, ну, чё ты, вот, не знаю, Кирилл, давай вот обычно ты должен чё-то сказать, и чё-то падает потом. Акуна Матата. Нет, а вот сейчас давай попробуем. Акуна Матата, когти, это тигр. Смотри. Кстати, да, Саня, правильно. Да, у тебя аналогия провелась. Опять когти, нет, вообще мы другое, Кирилл. Давай, со следующих кейсов начнем колдовать. Давай, вот у нас остался последний, или с коллекции именно другой? Нет, с другой коллекции. Здесь сейчас будет всего лишь... Провал, да, здесь нас ожидает провал. Ну да, я полностью согласен, Кирилл, как бы заванговал, так заванговал. Так, ну смотри, следующие кейсы, которые мы должны открыть, это там было написано «Открыть 3 любых оружейных кейса». Ну, именно поэтому я вроде бы купил фениксы, да, фениксы они прикольные, ну, Кирюха, давай. Давай. Вот сейчас я наколдовал тебе, знаешь что, АК-47, красная линия. Вот так вот, ну вот она пролетела, и... О, стоп, это, смотри. Это статтрек, страшная спишка. Статтрек, юспик, да, ну, качество немного по... Ну, кстати, неплохо, на самом деле неплохо. Ну, лучше чем синька? Гораздо лучше, Кирилл, реально гораздо... Ну, смотри, мы прям градируем, мы прям реально идем в гору. Сейчас, к сожалению, я чувствую синьку, вот чувствую прям. Давай, ну чё ты вот её почувствовал, да, зачем? А вот сейчас я чувствую фиолетовую пушку. Прилив сил, давай. Скажи просто, что ты чувствуешь прилив сил. В-90 треугольник. О, ну смотри. Нет, МАК-10, ну, фиолетовую я почувствовал. Слушай, твоя система реально работает. Ну-ка, Кирюха, давай-ка ты так будешь прям вот до конца. Смотри, следующие кейсы, которые мы должны открыть, это два фальшивого кейса. Вот, поэтому давай их откроем. А сейчас будет МП-9, рубиновый ядовитый. Нет, нет. Просто пальцем в небо, но хотел сказать, что П-90, но не сказал, к сожалению. Саня, теперь давай ты попробуешь, потому что мы... У меня мана закончилась. В смысле, мана закончилась? Мана закончилась. Я врачу на выздоровление, так, ладно. Ну, да, кстати, ребята, Саня у нас болеет, поэтому давайте там хэштеги Саня выздоравливай, там Саня не болей. Вот, ну давай, вот скажи просто, замангуй, что ты чувствуешь, что там сейчас выпадет? Просто отыкну больше, пусть не фиолетовая, а где фиолетовая, любой фиолетовый выпадет. Любой фиолетовый, а сейчас прикиньте нож. Да, ну. Да как вы это угадываете, как вы это угадываете? Вот смотрите, давайте я сейчас тоже попробую заманговать, дальше по истории мы должны открыть опять браво кейсов. Ой, дорогие, это удовольствие. Вот смотрите, сейчас нападает, чувствую, что синевая, новая буря. Нож. Новая буря, новая буря. Нет, это груда костей. Ну, смотрите, я вот отвечаю, что... Хорошо, давайте сделаем ставки. Как вы думаете, выпадет ли нам сегодня что-нибудь хорошее с Бравой? Или всё-таки мы, как всегда, останемся ни с чем? Ни с чем. Выпадет. Выпадет. Смотрите, Гирюха говорит, что выпадет. Саня говорит, что у нас ожидает провал. Ну, мне что-то на самом деле... Вот я прям солидарен с мнением Санька. Потому что мне тоже кажется, что нам ничего не выпадет. Потому что, ну, раз никогда не выпадало, то зачем нарушать традицию? Как бы, не знаю. А вдруг сегодня именно тот день? Ну, не думаю. Просто можно хорошо попросить Гейба, чтобы он дал тебе что-то. Да, хорошо. Ты понимаешь, как бы ты его не просил, как бы ты его не просил, тебя всё равно ожидает говнецо. Вот как бы. Ну, вот хоть что я ему сделаю, хоть там приятное что-нибудь. Ну, он всё равно вот... Ой. Вот смотри, вот, Кирюха, что это такое? Просто чёрная лимба. Ну да, я вижу, одна синева. Просто одна только синева. Так, где у нас ещё был... Вот, всё. Давай, пожалуйста. Ну, Гейб, ну, прошу тебя, что-нибудь хорошее. Я тебя понял. Я тебя понял. Ну, это статтрек, конечно. Вот так вот, ребята, Гейб относится к своим постоянным покупателям гейсов. Вот так вот, понимаете? Я всё-таки не отступлюсь. И я думаю, что что-то хорошее всё равно тебе должно выпустить из этого гейса. Да нифига подобного. Падает какое-то реально говнецо. Ваши меня вентилятор. У меня реально бомбит, ребята. Сколько мы гейсов открыли за последнее время? Сколько? Ну, там реально очень много. Нам за это время ничего хорошего не выпало. Вот только какой-то Скар 20-ый, который даже до сих пор не перевели. Хотя, ой, как ленится, Габенто, выдавать хорошие шмотки и переводить их. Ой, как ленится. Да, да, да. Так, ну, смотрите, мы открываем последний гамма-2. И нам выпадает это... Давай, Кушет. Ага, Негев. 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 В смысле? Давай, можно ещё махита повесить. В смысле? А, вот, всё. Вот так вот делаем. Чё-то, ребята... Я, кстати, чё сейчас сделал не так, но... Смотрите, инвентарь. Статрек, новый экзо. А давайте теперь, смотрите, вот вангуем. Вот сейчас что выпадет? Синева. Е-е-е-е. Нахага себе. Смотрите, сейчас пацаны снова... А это не сложно угадывать, понимаешь, что ты просто 90% уверен в том, что синева выпадет. А что такое? Хотите отры... А, нет. Синева. Что-то... Что-то сломалось. О, даже статрек синева, смотри. Фиолетовая? Хотите ещё одну синевую? Хотите ещё одну? Нет, Курю, это ничего. Смотрите, ещё показываю просто в последний раз, пацаны, как легко её просто выбить синего. Смотрите, хотите синего? Да, я хотел, конечно, синего. И вот и получите. Это бред. Это просто бред, ребята. Вы посмотрите. Давайте мы сейчас просто посмотрим на всё то, что мы сегодня получили, как бы, да, из кейсов. Давайте сделаем по новиздеям. Вот не будем. И надо, надо. Смотрите. Вот мы открыли много кейсов. У нас всё началось, по-моему, вот где? Вот с этого, да? Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть хороших пушек. И то бы я не сказал, что это прям вообще супер, мега, вау, круто, да? Из скольких тут шесть, двенадцать, восемнадцать, двадцать четыре, тридцать слотов. Это бред. Ребята, ну а теперь всё самое крутое, конечно, сейчас зависит у нас чисто вот от этого контракта. Потому что у нас есть шанс на то, чтобы скрафтить, эээ, статрек АК-47 Вулкан прямо с завода за двадцать тысяч рублей. И если мы его выбиваем, мы, конечно же, уходим в плюс. Если же нет, то как бы нет. Подождите, что-то тут не так. Убрать из обмена. Я, видите, тут немножко малейшую такую ошибочку допустил. Потому что это должно быть вот так. Во, всё, по кайфу. Теперь делаем вот так вот и закидываем всё это. Ну чё, парни, как думаете, повезёт, не повезёт? Я думаю, раз тебе сегодня не повезло в кейсах, то, скорее всего, повезёт в контракте. Я думаю, должно. Ну смотри, Кирюк, я специально для тебя написал АК-47. Потому что только ты можешь из нас примагнитить АК-47. Поэтому, ребята, просто расписываемся, отправляем контракт и... Примагничиваю Акусик. Слушай, братан, я чё-то промахнулся. Не Б-4-2, а Б-4-4 почему-то взял. Просто не смешно. Это не смешно. Знаете, сколько стоит это говно? Оно стоит 700, 800 рублей. Оно стоит где-то... Кого? Миллион? Да! 700 рублей! Вы понимаете, сколько денег я сегодня потратил? Ребят, я потратил, скажу вам честно, 9000 на кейс. 9000, понял, запомнили, да? 8000 на контракт. Складываем, мы получаем 17000. Ради чего, чтобы получить вот это всё? Так не пойдёт. Ребят, я реально прошу вас сегодня поставить лайк. Прям жирный такой лайк. Потому что, ну, это не серьёзно. Это нифига не серьёзно. Ну что ж, после такого провала, который нас ожидал в кейске, я реально готов назвать это провалом. Ну, потому что другими словами это не описать. Столько денег вложить, ничего не получить. Ну, у нас просто нет другого, ребята, выхода, как идти открывать кейсы дальше на сайте. Вот. Сегодня мы будем открывать на forcedrop.net. На нашем балансе 2600 рублей. Ну и, пацаны, давайте. Вот, знаете, я... Вот, Кирюха, знаете, мы как Саня в прошлый раз записывали? Саня, короче, просто предложил так, типа. Или я не помню, кто из нас предложил это. Ну, в общем, он сказал, типа. Давай, вот смотри, если сейчас из кейса выпадает что-нибудь хорошее, то ты это мне отдаёшь. Ну, я что думал? Я думал, ничего нам не выпадет, как всегда, да? И согласился. В итоге я буду М как футроотом. Мне пришлось ему отдать. Вот. Поэтому, Кирюха, выбирай. Вот, Владик отжал. Братан, ты знаешь, что я люблю? АК-47. Кирюха не изменяет своим традициям. Ну, а, слушай, надеюсь, что он будет везучим. Потому что, ребят, ну, реально такой провал в КС. Надо как-то окупиться. Хотя бы здесь немножко чего-нибудь кру... Оооо, дааа. Так, Саня, давай. Я думал, что-нибудь прикрутится, и нифига. Санёк, двоя очередь. Ты меня спрашиваешь, да? Случайно АВП, конечно, вот рядом. Ну, блин, вот вы все распределили, конечно, что Кирюха это случайно АК-47, Саня это случайно АВП, Дима там случайно АМ-ка. Ну хотя бы красная линия Почему же ты не доехал Так, давайте еще раз Случай на АК-47 Нужно, Кирилл, просто ради тебя открывай еще раз АК Давай, давай, давай Акусик может Так, изумрудные Завидки, да, 62 рублей Вообще Это нечестно, это просто нечестно Так, давайте, я не знаю, ну, какой-нибудь Так, офис недоступный, Каблстон откроем Блин, мы просто сегодня Реально одна из самых неудачных серий Которая была вообще за последнее время Ясно Причи, сука Так там не доехало бы, понимаешь, Саня Я вот, ну, блин, жалко Знаешь, что-то сегодня вообще вот не день Олега Вот что-то прям почувствуешь Там все пролетает Так, кстати, сейчас мы даже ушли в плюс Давайте вот последний раз Каблстон откроем Если ничего не выпадает, то ничего не выпадает Как бы и забиваем просто на этот кейс Не знаю, просто забиваем А, ВП там просто крутится, на их ленте Крутится Олег, может, повторим историю? Какую? Как в прошлом опенкейсе А, нет, нет, нет Я, кстати, предлагаю, давайте откроем случайные тайны Рискнем Как бы, возможно, наш риск будет оправдан Как бы, мы выбьем сейчас что-нибудь крутое Надеюсь, по крайней мере На эту Это 200 рублей на пол стоит, да? 300 рублей 400 Чуть промахнулся Подождите Это очень странно Это реально очень странно Нам вообще ничего Сегодня за день такой Стой, стой, стой Отлично Отлично Два косаря Отлично, ребята, вы понимаете Ни хрена себе Так, подождите Только знаете, в чём прикол? Только знаете, в чём прикол? Мы, как бы, закинули 2600 Выбили 2400 Ну, 2500, скажем так, да? И всё Больше мы ничего не получили сегодня Баланса у нас больше нету Я не знаю Мы, конечно, можем попробовать, ребята, продать Как бы, давайте Ай! Нажал на кнопку отправить Ес, хочу продать Продал А ты его сейчас, это Не принимай просто И продай Да, ребят Давайте мы, наверное, тогда подождём Потому что это долгий процесс Вот этого вот приёма вещей Вот И мы просто подождём это И дальше продолжим открывать Ну, в общем-то, мы продали, ребята Наш АК-47 На нашем балансе 2500 рублей И, я не знаю Мы готовы снова открывать Я поэтому предлагаю Сразу начинаем с тайного Потому что, блин Надеюсь, что нам так же подфартит Как и в прошлый раз Выпадет что-нибудь дорогое Как, например, АК-47 О-о-о-о О-о-о Это было рядом Это было весьма рядом Короче, предлагаю Давайте в последний раз Нарезать открываем тайно Если нам ни с него ничего не выпадает Ребята, то, как бы, всё Если, конечно же, выпадет что-то крутое То это будет реально здорово Вот Мы хотя бы сегодня что-нибудь Так Эмка дождь из пуль О-о-о А сколько она стоит? Давайте сделаем так Короче, я думаю, что если мы сейчас откроем И выбьем, например, какое-нибудь говнецо Да? То, как бы Ну, просто ставим это и всё Вот Или прототип Ну, посмотрим, короче Давайте посмотрим Мне кажется, должно что-то Есть песочка Так, отлично АБП Боец Так, очень даже хорошо, ребята Исправляемся Очень даже хорошо Но, знаете, мне кажется Лучше было бы, если бы мы всё-таки оставили тот АКС-47 Как бы Ну, и всё И ушли бы сразу там, не знаю Ничего больше не делали бы, ребят Ну, реально Вы смотрите О, давай-давай О-о-о В правильный кейс В правильный русл Их отправили Охренеть, слушай В итоге, смотрите На нашем балансе Когда мы только начинали Было, по-моему, там 2 или 400 2 600 было, да 2 600, да А теперь сложите Получается 2800 плюс 600 У нас получается 2400 получает Ой, 3400 получает 3400, ребята То есть мы сегодня уходим в плюс И это очень круто Ну, в общем, на этом сегодня всё Надеюсь, вам понравилась эта серия Вы поставили лайк Подписались на все наши каналы Вот С вами были, как всегда Кофе, Варпач Я, Алекс Фокс Всем пока-пока Всем удачи И всем пока, друзья Пока-пока